Культпоход выходит при поддержке ООС СЗК «Стэн». 12 часов и 6 минут в Кирове. Это программа «Культпоход». Сегодня 28 апреля, пятница. Сегодня, кстати, отмечается День работника скорой медицинской помощи. Безусловно, поздравляем с этим профессиональным праздником представителя этой очень важной, жизненно важной профессии. Ну а сегодня мы в Культпоходе будем такую скорую культурную помощь, видимо, оказывать. В преддверии чуть более продолжительных выходных дней. Кроме субботы и воскресенья у нас еще и понедельник, 1 мая будет захвачен нерабочим днем. Так что нельзя по этому поводу, видимо, не радоваться. И сегодня мы будем говорить о мероприятиях, которые проходят и будут проходить в Вятской филармонии. Эти гости уже неоднократно были у нас в студии. И сейчас мы их представим, безусловно. С нами в студии сегодня Елена Преснецова, музыковед Вятской филармонии, и Светлана Лаптева, режиссер Вятской филармонии. Здравствуйте. Добрый день. Какие-то немножко уставшие под конец недели. Есть такое. Культура — это тоже работа, да? Очень тяжелая. Неправы те, кто считают, что это очень легко все дается, да, приходится трудиться. Потому как твердое мое убеждение там в том числе заключается в том, что достигается успех только в том случае, когда талант чередуется с упорным трудом. Не правда ведь? Не правда ли? Сто процентов. Да, сто процентов, да. Елена Романовна, начнем, наверное, с вас, да? Будем говорить о тех концертах, которые в ближайшие дни состоятся в филармонии, проанонсируем их. Ну, я думаю, что мы расскажем обязательно о том, что май — это первый месяц Великой Победы. Под этим знаком у нас пройдет начало мая. У нас будет большая концертная программа, посвященная этому событию, с участием лучших солистов, коллективов творческих нашего города. Это Светлана Олеговна расскажет, потому что она непосредственный создатель этого концерта, режиссер этого концерта. И я думаю, что здесь пальма первенства, безусловно, за ней. Я скажу о том, что два концерта в конце мая, безусловно, заслужат внимание нашей публики. Это закрытие концертного сезона, как Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, так и закрытие сезона Вятского губернского симфонического оркестра. Вот если подробнее, да? Да, конечно, да. Народный оркестр нам представит очень понравившегося публике солиста, заслуженного артиста Республики Карелия, московского певца Владислава Косарева. Он бесподобен как в лирической тематике, как и в патриотической тематике. И здесь, конечно же, прозвучат, вот в исполнении этого именитого гостя, прозвучат очень любимые нашими слушателями и лирические песни советских композиторов, и неаполитанские песни, потому что они всегда о любви, а любовь – это тема весны. Вот, и, конечно же, будут русские традиционные старинные любимые романсы и народные песни. Словом, вот такая очень яркая концертная программа, и она называется «Ну, я вас все-таки люблю». В общем, здесь все про любовь. И состоится? И состоится, это 23 мая, вот, это рабочий день, поэтому наша публика, она, безусловно, учитывая уже такой график выходных в мае, она сможет прийти на этот концерт и получить огромное удовольствие. Возрастное ограничение 12+, я вижу, да. Да, вы будете мне помогать, потому что я не сильна в этих вопросах, честное слово. Вот, а 25 мая на нашу сцену выйдет Вятский губернский симфонический оркестр под управлением маэстро Ильи Дербилова, и здесь у нас будет тоже выдающийся музыкант современности. Это будет прекраснейший скрипач, который играет божественно. Я не преувеличиваю нисколько, потому что, когда звучит скрипка Гайка Казазяна, так зовут этого музыканта, то зал буквально замирает. Каждый звук, он просто даст, как жемчужина, нанизывается вот эту чудесную ниточку ожерелья этого концерта, и в музыке будет звучать музыка Иоганнеса Брамса, немецкого композитора, 190-летие которого отмечается в этом году. И это будет достаточно сначала серьёзная музыка, но очень в ней будет много и силы, и эмоций, и страсти, и нежности, и любви, и очень такого глубокого философского размышления, потому что это композитор, который как бы аккумулирует в себе всю философию немецкой музыкальной культуры, и, с другой стороны, он романтик, и вот в этом таком романтическом посыле есть тоже такая майская весенняя тема. В общем, будет симфония Брамса звучать, и будет звучать концерт для скрип-концерта и оркестра Иоганнеса Брамса. Это вот 25 мая. И тоже 12 плюс. Да, и тоже 12 плюс, это тоже рабочий день. И очень бы хотелось, чтобы наши слушатели соприкоснулись с этим великим искусством. Каждый подумал, каждый вдохновился, потому что симфоническая музыка, в ней есть определённый заряд для человека. Она очень нужна людям. И слушать её, тем более оркестр у нас сейчас звучит как никогда прекрасно. Он насыщен новыми музыкантами, новым звучанием. Вот какая-то вот такая появилась новая весенняя жизнь обновления в нашем симфоническом оркестре. И он достоин того, чтобы слушатели пришли и аплодировали ему буквально стоя. По вашей оценке, кстати, сколько у нас поклонников в городе именно симфонической, классической музыки? Есть костяк слушателей, да, зрителей, которые приходят в филармонию? Такие люди есть, и это очень показательно на наших симфонических концертах. Мы как-то раньше ориентировались, смотрели, увидеть знакомые лица музыкантов, допустим, в публике. Мы их, конечно, видим, но появилось очень много людей, которые из нового поколения любители симфонической музыки. И это очень радостно. Я сегодня заходила посмотреть афишу, как раз познакомиться с мероприятиями, которые у вас проходят. И я увидела, что на середину мая есть концерты, на которые уже все билеты проданы. То есть настолько... Настолько востребовано. Востребовано, да. Интерес. И я так понимаю, что раз это закрытие сезона, потом музыканты уходят в творческий отпуск. Вот июнь месяц, это месяц рабочий для наших музыкантов, а для симфонического оркестра они уходят буквально в середине июля. Это еще будут концерты. И настолько я знаю, что в июне будет прекрасный концерт, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Это у симфонического оркестра. И еще хочу сказать о том, что у нас очень много детских мероприятий, которые будут проходить в июне месяце как раз для детей, которые входят в школьные лагеря. Это там целая тема, об этом отдельный разговор должен быть. Это вот Светлана сказала, что расскажет про детскую программу. И, конечно же, нужно обратить внимание на концертный зал органы и камерные органы музыки. Там 30-го, 31-го и, по-моему, 1-го, закрытие концертного сезона. И там будет прекрасная органистка Мария Мохова. И, конечно же, это тоже огромнейшее удовольствие для всех почитателей органного искусства. Словом, афиша, она такая очень насыщенная событиями, вот уже такого завершающего, аккордного такого толка. Но я еще не могу не рассказать о концерте, который будет 14 мая и адресован нашей самой юной публике. Концерт называется «Как Мишутка стал музыкантом». Ну, казалось бы, такое событие... То есть это история, видимо, такая. Да, понимаете, у нас получился такой настоящий музыкальный сериал. Мы в начале года представили, как Мишутка и его друзья искали музыку. Потом, значит, у нас в Новый год Мишутка ссорился с Дедом Морозом. Следующий концерт у нас, спектакль, был весной, день рождения Мишутки. Вот, и сейчас такой завершающий момент, это как Мишутка стал музыкантом. Почему именно Мишутка? Почему именно... И второй вопрос, как это выглядит? Из многообразия персонажей выбрали именно... Ну, я не знаю, вот я как бы как автор сценария этого мероприятия. Мне очень хотелось, чтобы малыши ходили с родителями в филармонию и получали не просто какое-то вот такое знакомство со сказками, а они как-то в этих сказках познавали какие-то темы профессионального музыкального искусства. Допустим, что такое мажор, что такое минор, какие есть музыкальные инструменты. Ну, в общем, такая тематика. Что происходит? Это в виде какого-то интересного рассказа или в виде какого-то спектакля? У нас спектакль, а там у Мишутки... Вот почему-то мне так понравилась Мишутка. Мне кажется, так нежно, очень мило звучит Мишутка. С нашей стороны все-таки символ. Я как-то об этом не думала, честное слово. Я просто подумала, что Мишутка — это так мило прижать к груди плюшевого медвежонка. У каждого в детстве был плюшевый Мишка, да? Вот. И у него есть там два дружочка. Это котенок-снежок и щенок по имени Бублик. Еще есть обезьянка Фроси. Это такие вот персонажи, которые с ним движутся из одной истории в другую историю. Вот. И есть приходящие персонажи, которые играют на музыкальных инструментах. Это взрослые музыканты абсолютно, там, симфонического или народного арки и астра. Они переодеваются там в волка, в лисичку. Я вижу в анонсе там «Волк-баянист», но он добрый при этом написано. Да, конечно, да. Добрый волк-баянист. Или, допустим, старичок-лесевичок, который играет на контрабасе. Вот. И, конечно же, каждый музыкант, он что-то должен поведать и про свой музыкальный инструмент, и, естественно, про... как-то соединить это с Мишуткой. И Мишутка, он такой капризный, его нужно убеждать, там, как-то вот всё вот это вот очень любопытно. Ну, в итоге он станет музыкантом. На каком инструменте будет стать музыкантом? Какой инструмент он выбрал? Он не выберет инструмента, честное слово, потому что... А, это спойлер. Нет, да? Нет, как он его выберет, да, потому что у него будет просто перед глазами многообразие музыкальных инструментов. И, как я предполагаю, как автор, да, у него есть так потенциал поразмыслить на эту тему. И до следующей встречи, возможно, в следующем концертном сезоне, он уже выйдет с каким-то музыкальным инструментом в руках. Но самое главное, что публика к нам приходит, и есть такие слушатели, которые из спектакля в спектакль со своими детьми приходят и наблюдают, что происходит с нашими Мишуткой. Вот, поэтому я очень бы хотела, чтобы малыши и родители пришли на наш такой очень забавный, милый, добрый спектакль о музыке. Как Мишутка стал музыкальным. Нет возрастных ограничений. Без возрастных. Вот, да, ноль плюс. И, ну, вот просто так полюбили музыку. Потому что нам нужно воспитывать наших слушателей, нашу новую публику, которая должна приходить в зал филармонии. Это всё делается именно для этого. Возможно, возможно, это будет какой-то даже в дальнейшем клуб музыканта Мишутки. Мишутки. Да. Лена Романовна, по опыту для какого возраста рекомендуете мероприятие? Ну, вот вы знаете, если вам уже, вашего там ребёнка уже три годика есть, вот, если какой-то там смышлёный два с половиной, вот они всё равно как-то. Это очень короткие, неутомительные спектакли, насыщенные песенками, загадками, какими-то там весёлыми сценками. То есть там разнообразно. И проходят в малом зале, да, в филармонии проходят. Вот, это мой такой рассказ. Приглашай на Мишутку. Ну что, слово передадим Светлане. Да, вы уже начали готовиться к лету. Да, как раз сейчас, если Мишутка, это у нас малый формат в малом зале, то летом у нас будут проходить и в большом концертном зале филармонии. Это более-таки уже масштабные программы, потому что они проходят Святским оркестром русских народных инструментов имени Шаляпина. Мы всех приглашаем на Денискины рассказы и на Незнайку. Если сказать коротко о программе... Не, можно не коротко. Можно не коротко, да? Ой, ну тогда мы здесь надолго. У нас время ещё есть до начала розыгрыша, да. Денискины рассказы, это получилась такая трогательная история о детстве, о том, что не нужно торопиться взрослеть, что детство — это замечательная, прекрасная, чудесная пора, в которой случается огромное количество открытий для маленьких человечков. Они переживают огромное количество эмоций, и всё для них, любая мелочь — это что-то очень яркое, душевное, трогательное. И мы рассказываем, как вы уже поняли из названия Денискины рассказы, это «Драгунский», всем известные рассказы, и мной, как режиссёром, сделана инсценировка, в которую вошли некоторые из рассказов. Это «Я люблю», где дети рассказывают про то, что они любят, ну, естественно, как дети, да, у них там любые фантазии, они любят, как ящерица лежит на столе и прочее, ну, такие забавные монологи от детей. Это рассказы про ракету, где дети строят ракету, это рассказы и про урогеографии, что у них там происходит, это и про то, как Дениска обменял игрушечный самосвал на маленького милого светлячка. В спичечном коробке, то есть такая забавная, очень милая, трогательная история, когда ты какую-то дорогую вещь, да, меняешь на... Такую, казалось бы, неравноценную. Да, да, но для ребёнка это является важнее. Здесь мы понимаем, что не материальные ценности главные, а совершенно другое. Это где дети и раскрашивают краской, поливают Алёнку. Ну, в общем, такие забавные истории, которые разыгрывают дети детской театральной студии «Стрелка». Только хотела спросить, кто актёр, и думаю, это должны играть дети. Да, это играют, безусловно, дети. Там есть все Алёнка и Дениска, его друг Мишка, их друзья во дворе. И в отличие от других, скажем так, читок историй, когда у нас выходит актёр и зачитывает, да, главы из книжки, и оркестр сопровождает всё это музыкально, здесь мы действительно эти сцены разыгрываем. То есть мы играем здесь и сейчас. Мы берём книжку, читаем, и тут же эти сцены зритель видит, как мы воплощаем тут же в жизнь. То есть это театр? Ну, практически. Я бы назвала это музыкальное театрализованное представление. Ну, так будет формат, вернее, скажем. Возрастное ограничение надо, важно, проговорить. Я думаю, что, не скажу, как правильно у нас стоит на афише, Елена Романова, вы не припомните? Я думаю, что где-то 6+, ориентировочно. Да. Хотя приходили детки чуть помладше, им тоже было это интересно, потому что оркестр — это ярко, это красочно, они слушают музыку, они, в принципе, понимают юмор, который происходит на сцене. Детям это очень близко. Дети на Денискиных рассказах смеются, отдыхают и получают настоящее удовольствие. Я сейчас вспоминаю. И даже не заглядывают в смартфоны, которые у них там с собой. Вот вы знаете, на удивление, нет. Нет? Я сейчас вспоминаю, в каком классе Денискины рассказы входят в обязательную программу. Вот буквально недавно мы где-то, мне кажется, читали, в классе четвёртом, по-моему. Где-то начальная школа. Да-да-да, потому что... Как раз играют дети из начальной школы, от театральной студии, ну и есть несколько ребят чуть-чуть постарше, скажем так, среднее звено, но преимущественно это начальная школа. И они у вас, можно сказать, как актёры, настоящие, будут работать в течение всего месяца, наверное, да? Да, они как настоящие актёры будут работать с оркестром, всё по-взрослому, всё серьёзно. Эти же ребята, плюс ещё старший состав, играют в Незнайке, тоже с народным оркестром. Мы точно так же взяли несколько историй о Незнайке, это Незнайка-поэт, Незнайка-художник, Незнайка-водитель, Незнайка-музыкант. В общем, самые известные истории для детей. Это из «Приключения Незнайки» и его друзей, из первой книжки. Да, это первая книжка. И ребята точно так же разыгрывают истории на сцене, но в отличие от Денискиных рассказов, в Незнайке присутствует такая необычная сценография в виде кубов. И каждая грань куба имеет свой цвет, и ребята складывают из них место действия или какую-то деталь, допустим, автомобиль, или тут же делают лес. И за счёт кубов необычным способом решается вся сценография прямо перед оркестром. Да, работает светодиодный экран, то есть всё очень красочно и действительно красиво. У детей яркие костюмы, и даже чисто зрительно очень картинка впечатляет и оставляет такое хорошее ощущение, атмосферу. А если вернуться ещё к Денискиным рассказам, то так как это авторская инсценировка, то удалось туда вписать ряд музыкальных даже композиций и песенных, которые исполняют у нас солисты филармонии. Это Светлана Столбова, Ирина Беляева и Ольга Анцигина. И это песни такого советского времени, то есть это, допустим, песня «Умки», и нам песня «Строить и жить помогает», «Ландыши». Да, то есть это не современные песни, а те самые хорошие песни, на которых можно воспитывать детей того советского времени. Я бы даже не сказал советского. Это классика просто. А как долго в вашем репертуаре будут эти спектакли? Ну, я думаю, что июнь месяц мы точно играем на следующий год. Вы так вкусно об этом рассказали. Мне так хочется, чтобы эта история, может быть, продлилась чуть дольше, чем только летний период. Ну, я думаю, что это все обсуждаемо. Если есть спрос, то будет и предложение, соответственно. Денискины рассказы мы играем 1, 7 и 21 июня, а «Незнайку» мы играем 6 и 14 июня. То есть пять спектаклей с Вятским оркестром русских народных инструментов, но можно посмотреть на сцене. Оркестр прямо в полном составе. Оркестр в полном составе. Он находится прямо на сцене, и дети прямо перед оркестром разыгрывают, что в «Денискиных рассказах», что в «Незнайке истории». Это действительно очень увлекательно. Ну, я просто добавлю, что уже премьеры этих спектаклей состоялись, они прошли с большим успехом. Вот это и как бы сподвигло на то, чтобы еще и еще повторить, чтобы как можно больше ребят посмотрели эти чудесные постановки. Вы знаете, это очень интересно, когда для детей играют дети. Они говорят на одном языке, и в зале совершенно другая атмосфера, потому что ровесник рассказывает ровеснику истории. Ну, это еще какая-то правда такая, потому что часто я с детьми хожу в театры, и они говорят, «Ой, ну это же вот актриса, вот она взрослая, что же она играет, вот девочку с косичкой». Ну, детей же не обманешь, или вернее, их очень сложно обмануть, да, и когда детей привлекают, это же всегда еще и так мило. Мамы сидят, умиляются, дети верят, как хорошо. Волнуются артисты юные? Волнуются. Как успокаиваете, как настраиваете? Ну, как настоящий артист, я вообще считаю, что любой настоящий артист должен волноваться, даже тот, который уже огромное количество лет находится на сцене. Если ты успокаиваешься, значит, ты уже не профессионал. Ну, это чувство, да, оно дисциплинируется, настраивается. Мне всегда говорят так, что когда они выходят на сцену и начинают рассказывать, когда они погружаются в эту историю, волнение уходит само по себе. Потому что за кулисами ты думаешь о том, как все это будет, а когда ты на сцене, ты уже погружаешься в саму историю. Ты не думаешь о том, что происходит вокруг, ты думаешь о том, кто ты, что за герой, что ты хочешь донести до зрителя, и ты в этом растворяешься, и волнение автоматически уходит. Поэтому, когда, знаете, вот эти дают мастер-классы, как избавиться от волнения перед выступлением, Ну, никак. Это неправда. Не нужно ходить на такие мастер-классы. Я соглашусь, и это для детей. Я, может быть, по собственному опыту тоже скажу. Тоже занималась 10 лет в театральной студии, в такой же детской, юношеской. Да, приоткрою. А в какой? Театральная мастерская мечта, она до сих пор существует в Дюдс Октябрьского района. Вот. И я помню эти времена, когда мы играли театральные спектакли, новогодние. Это были самые прекрасные, в общем, дни моего детства, потому что это столько воспоминаний, это столько общения, когда все коллективы... Ну, у нас, конечно, было много еще других детских коллективов танцевальных, но я помню, что это было потрясающее время, волшебное время. Конечно. Поэтому я думаю, что вы тут выполняете еще очень такую важную воспитательную роль. Ну, и могу сказать, что вот занятия в театральной студии, там, в моем детстве, они очень много мне дали для будущего как раз вот. не боятся разговаривать в микрофон, как минимум, да, не боятся публики. Ну, да, разрешать какие-то ситуации, возможно, непростые. Да, 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 вообще коммуникации. Да, конечно. Да, еще хочется добавить, что Незнайки написал музыку Игорь Красильников, композитор, то есть вся музыка к Незнайке, она авторская. И ее впервые можно услышать, прийти на это представление. Я напоминаю, да, что мы говорим о мероприятиях в Вятской филармонии. У нас скоро начнется розыгрыш призов. Наши гости будут задавать вопросы. Номер прямого эфира, а это прямой эфир 211-101. И я, кстати, уже один из вопросов отправил в нашем телеграм-канале радио Кировград. Вопрос я сейчас не озвучиваю. Заходите туда. Вопрос очень простой. Знаете ответ? Звоните 211-101. И призы, которые вы получите за правильный ответ, фото там тоже в телеграм-канале опубликовано. Вот пока такую таинственность. Для прямого эфира храню все в телеграм-канале. Да, а, есть уже телефон. Ну, давайте пообщаемся. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я хотела ответить на вопросы с телеграм. Давайте. Ну, вот сейчас-то мы можем озвучить этот вопрос. Я спросил, сколько залов в Вятской филармонии? Ну, это серьезный вопрос. Попробую ответить. Я была в двух залах, в большом и малом. Третьего не видели. Третьего не видела. Да, да. Но это правильный ответ. Если не считать, конечно, еще один зал. Это органный зал. Но я-то задавал вопрос... Ну, он находится в другом месте. Да, да. Я-то задавал вопрос с созданием непосредственной филармонии на улице Ленина. Конечно, да, это правильный ответ. Я вас поздравляю. И те билеты, а это два билета в кино, в кинотеатр «Смены» достаются именно вам. Поздравляем. Не кладите, пожалуйста, трубку нашему редактору еще вас передадим. Да, спасибо, спасибо. Время небольшой рекламной паузы. Да, время небольшой рекламной паузы у нас сейчас подходит. Через полторы минуты мы вернемся. Готовьтесь тоже отвечать на вопросы. И призы, список довольно обширный, как обычно, мы обязательно озвучим. Да, напоминаем, что сегодня у нас в культпоходе в гостях сотрудники Ветской филармонии Елена Преснецова и Светлана Лаптева. Мы как-то все про май говорили, да, но немножко забыли про мероприятие, которое вот в самом конце апреля будет, и очень тоже важное и яркое. Давайте о нем еще, Елена Романовна. Главное, все три дня, начиная с сегодняшнего дня, друг за другом идут концерты. Вот я хочу пригласить, во-первых, сегодня, вот если кто любитель народной музыки, народных музыкальных инструментов, это «Весенних струн», «Сияющие нити». Вот такое очень романтическое название. Оксана Касимова и Евгения Копанева солистки русского концертного ансамбля «Три плюс два». Это будет такой у них бенефис в сопровождении их мужчин. Это будет очень интересный концерт. Он прямо сегодня в малом зале в 18.30. Это «Домбра». «Домбра», «Малая» и «Домбра Альп». А вот 29 в субботу, это завтра, к нам приезжает уже по традиции четвертый раз Артем Варгавтик, известнейший российский музыковед, исследователь музыки, телерадиопублицист, журналист. Известный лектор, говорят, что его лекции очень интересно слушать. Вот вы придите и послушайте завтра в 2 часа. Он рассказывает, у него называется цикл, музыкальная циклопедия «От А до Я», и каждый раз он знакомит с какими-то понятиями, композиторами, произведениями на каждую букву алфавита. Завтра будет буква «Г». Четвертая в алфавите, соответственно. Все на «Г». Вот какие-то там агабои расскажут. Гусы, габои, грик. В общем, композиторы, произведения, вот все на букву «Г». Вот, а 30 апреля «Салют победы в наших песнях и сердцах» это программа, в которой примут участие образцовые хоровые коллективы нашего города и Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина. Этот проект проходит в рамках абонемента оркестра и начало этого события в 12 часов. Это вот такая уже военно-патриотическая программа, которая даст импульс к нашим победным мероприятиям мая. Ну, осталось только добавить, что возрастное ограничение и у «Салюта победы в наших песнях и сердцах» и у Артема Варгавтика 6+. И Светлана еще хотела анонсировать программу на «Г Дню Победы». Да, у нас 6 мая в 17.00 в Большом концертном зале Вятской филармонии состоится очень интересная программа, которая носит название «Последние свидетели войны». Весь сценарий программы основан на воспоминаниях «Кировчан-ветеранов» о Великой Отечественной войне. То есть это абсолютно документальная история. Там нет ни грамма художественного вымысла. И все воспоминания ветеранов-кировчан мы инсценируем на сцене. То есть мы не просто рассказываем от их лица, а мы словно возрождаем события Великой Отечественной войны из их воспоминаний прямо на сцене. Программа тоже пройдет в сопровождении Вятского оркестра русских народных инструментов. Это будет действительно очень интересно, смыслово, глубоко. И очень будет философская история, рассказанная на сцене. Мы расскажем о кировчанах, имена которых не так известны, скажем, да, как Григорий Булатов, маршал Конев, наши известные кировчане. Мы скажем о тех, о ком ни разу не было сказано и о ком, казалось бы, не слышали. Но эти люди внесли не меньший вклад победы в Великой Отечественной войне, чем те, чьи имена у нас на слуху. Это все будет 6 мая. Напоминаем, в 17.00 и возрастное ограничение 12+. Я вижу. У нас 4 минуты остается. Очень хочется поиграть со слушателями. Давайте так поступим. Мы вот сейчас вскользь пробежимся, какие у нас есть призы. У нас есть и книжки традиционно. И смена, и дружба, и галерея прогресса, пригласительные билеты в театр на Спасской и в Вятскую филармонию. Вот. Много чего есть. Мы вас просто в случае правильного ответа сразу же будем передавать нашему редактору. Все. Давайте задавать вопрос нашим слушателям. Ну, мне бы хотелось вернуться к музыкальным инструментам. Пусть будет такой простой вопрос. Вот из 4 струно-смычковых инструментов, которые существуют сегодня в современном симфоническом оркестре, один из них очень похож на старинную виолу. Вот он всех ближе. Вот пусть слушатели наши поразмышляют и скажут. Ну что ж, 211, 101 уже есть. Так, внимательно слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Вот он недавно появился, этот инструмент у вас. Я позабыла. То ли гобой, то ли что-то такое. Ну что вы, ну струно-смычковый. А, струно-смычковый. Не духовой, нет. Не-не-не, конечно, конечно. Струно-смычковый. Смычковый. Да, да. А вас зовут Валентина. А вас зовут Валентина. Ну давайте варианты дадим. Да. Хорошо, тогда я вам скажу четыре варианта. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Вот какой из этих инструментов наиболее ближе к более старинной виоле? Альт, наверное. Видимо, неправильно. Да. Ну, я бы сказала, что вы немножечко ошиблись. У нас вторую попытку мы обычно даем нашим слушателям. Давайте еще раз перечислим. Давайте еще раз. Варианты. Еще раз скажите инструменты. Вы меня слышите, да? Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Альт вы уже называли. Виолончель, наверное. И вы тоже чуть ошиблись. Давайте следующего звонка будем ждать. Да, вопрос у нас остается тем же самым. 211-101. Ну, тут уже меньше вариантов. Очень легко сейчас, да? То есть у нас остается либо скрипка, либо... 50% выигрыш. Либо скрипка, либо контрабас. 50 на 50. Вопрос, напомним, заключается в том, какой из этих инструментов скрипка или контрабас наиболее ближе по внешнему виду, да? Да, у нас уже есть ответ. По виду, да, и, конечно, к старинной виоле. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Александр зовут. Да, отвечайте. Это контрабас. Да почему? Безусловно, правильно. Правильно. Это контрабас. Ну, здорово. Такой простой ответ. Отгадывали... Простой вопрос отгадывали очень долго. Да, передаем вам, вас нашему редактору. Уже с ней разберетесь, какой приз вы хотите получить. У нас буквально минута остается. Уже не успеваем задать вопрос, но еще раз проговорим пригласительные слова. Может быть, мы немножко скажем скользь хотя бы о программе 3 мая, это года и опаленной войной. Минутка буквально. Да, и тоже пригласим наших зрителей. Это будет программа, где мы расскажем о Кирове в годы войны, и также и об известных кировчанах, и об улицах, которые названы их именем. Тоже такая документальная программа, на которую всех приглашаем. Ну и может, Елена Романовна успеет скользь сказать о летних лагерях еще, о программах, которые для летних программ лагерей. Я думаю, уже не успеем скользь сказать. Я просто хочу добавить еще к годам опаленной войной, то, что эта программа идет каждый год. Это уже такая традиционная программа, и она собирает школьников на вот такой вот, чтобы все вместе испытали чувство поклонения перед теми старшими поколениями, которые расстояли для нас победу в Великой Отечественной войне, и не забывали нашу историю. Это очень важно. 6 плюс возрастного ограничения, только лишь добавлю, да. Спасибо большое. С наступающим маем, да? Да, приходите к нам в филармонию, наслаживайтесь музыкой. Приходите к нам ближе к лету рассказывать о летних программах. Благодарим наших гостей Елены Преснецовой и Светланы Лаптевой. Культпоход на этом завершен. До свидания, спасибо. До свидания. До свидания. Культпоход на этом завершен.